Говоря об укладке волос, меня в первую очередь интересует прикорневой объем, потому что, как вы понимаете, прикорневой объем идет всем. Мне действительно повезло и, в принципе, мне идут кладки и укладки, но, тем не менее, иногда мне хочется, чтобы моя голова была еще более объемной. И, несмотря на то, что волос и так много, мне хочется, чтобы они выглядели, ну, совсем такой гривый-гривый, и я была львица-львица. Собственно, для этого у меня есть несколько любимых позиций, о которых я вам сейчас быстренько-быстренько расскажу. Первая позиция это, это тоже L'Oréal Professional, такой спрей, зелененький, с салициловой кислотой и интрациламином, с дозатором, объемом 125 мл, который после того, как я свои волосы помыла и подсушила полотенцем, на всю длину волос я наношу, как правило, масло либо крем питательный, а на непосредственно прикорневую зону я на пробор распределяю волосы, наношу вот этот вот спрей, который потом массирую, и который замечательно после того, как я высушила свои волосы феном, добавляет мне очень такой легкий, приятный, естественно, объем, не склеивая мои волосы, не утяжеляя мои волосы и не делая их жестче. Для подобной же функции у меня еще есть вот такая вот позиция от Chi. Вот такой вот красненький Chi Volume Booster в объеме 250 мл, тоже с дозатором. Честно говоря, он несколько проигрывает по своим качествам вот этого вот спрея от L'Oréal Paris, поэтому последнее время я пользуюсь L'Oréal, а вот этот вот спрей Chi, он лежит у меня и ждет своего момента. Он достаточно неплохо увлажняет волосы, но с точки зрения объема, конкретно в моем случае, мне кажется, он не совсем справляется, поэтому на данный момент я им не очень активно пользуюсь. Также для объема у меня есть вот такая вот позиция от Davines. От Davines я вам показывала масло, а это называется Volume Boosting Most Raging Mist. В этом месте он тоже объемом 250 мл и тоже с дозатором спрея. В нем все хорошо, кроме того, что, к сожалению, после того, как вы высушиваете ваши волосы, в той зоне, на которую вы нанесли этот мист, они становятся очень и очень жесткие. То есть чисто визуально объем у вас действительно есть, но трогать ваши волосы, прикасаться к вашим волосам вам уже не очень приятно, то есть вы чувствуете, что непосредственно в этой зоне на ваших волосах есть какой-то состав. Я, честно говоря, подобные ощущения люблю не очень, поэтому пока что, как я уже говорила, именно вот этот вот Volume Metry у меня остается моим любимчиком, и я уже не первый раз его покупаю, и даже не второй, и пока что лучше него я продукта непосредственно для придания прикорневого объема не нашла. Помимо прикорневого объема, также очень важна термозащита ваших волос. Если вы вдруг решили высушить волосы феном, достаточно активно вытянуть их утюжками, уложить их на щетку или закрутить на плойку. В моем случае я для термозащиты использую вот такую вот позицию от Sebastian Professional, позицию Taming Elixir. Это крем, крем-сыворотка, которая, с одной стороны, ухаживает и лечит ваши волосы, напитывает их всякими полезными компонентами, а с другой стороны, она защищает, обволакивает ваши волосы и дает им ту термозащиту, которая вам нужна в тот момент, когда вы начинаете воздействовать на свои волосы высокими температурами. Честно говоря, я, в принципе, марку Sebastian очень люблю, она очень-очень качественная, я достаточно большим количеством продуктов для волос от марки Sebastian пользовалась, и различными масками и лечениями, и некоторыми укладочными средствами, и все они очень-очень достойны, поэтому, если у вас есть возможность, то обратите, пожалуйста, внимание на эту марку, поверьте, вы не пожалеете. Также в различных поездках в небольших объемах для ухода и для восстановления моих волос у меня есть вот такие вот небольшие продукты. Это фитокератин от марки FITO, это восстанавливающая сыворотка для поврежденной длины и концов в объеме 30 мл. У меня она вот уже почти закончилась, потому что я ее достаточно активно использую в поездках, в полетах. Если вам предстоит достаточно длительный полет на самолете, то перед полетом или зайдя на борт самолета, нанеся подобную сыворотку по всей длине ваших волос, выйдете с самолета вы с такими же увлажненными и блестящими волосами, как вы зашли на борт самолета, то есть вы сохраните ту влагу и все те питательные вещества, которые в ваших волосах есть. А также с точки зрения всякого мини-лечения, в мини-объеме у меня есть вот такой вот ЧИ, малыш от ЧИ, кератин Silk Infusion. Тоже очень приятная сыворотка, в ее состав входит кератин, в ней есть шелк, она наносится по всей длине, распределяется. Это так же, как и фитокератин, это неосмываемый уход, который наносится на ваши волосы и, собственно, который вы наносите тогда, когда вам нужно, когда вы чувствуете, что ваши волосы нужно подпитать, защитить, увлажнить, либо они слишком сильно пушатся. То есть, когда вашим волосам нужен дополнительный уход, то вот такие вот разнообразные штуки. Я, честно говоря, если нахожу что-то новое, я всегда стараюсь пробовать. Я ужасно любознательна и любопытная в этих вопросах. Мне, правда, все очень-очень интересно. Я очень люблю профессиональные марки. Я очень люблю Label. Я очень люблю Sebastian. Я очень люблю L'Oreal Professional. Я очень люблю марку ЧИ, это американская марка. Macadamia Professional. Я очень люблю Maracana Oil. Достаточно большое количество марок, которые делают великолепные продукты по уходу за волосами. Пожалуйста, ищите, пробуйте, находите свои продукты. И пусть ваши волосы будут красивыми, пусть ваши волосы будут ухоженными, блестящими. Пусть вы будете ловить на себе восхищенные взгляды окружающих. Пусть ваши волосы всегда вызывают только положительные эмоции, только восторг, только восхищение, комплименты. И поверьте мне, красивые, длинные, ухоженные волосы, это на самом деле не так сложно, как может показаться на первый взгляд.